Этот актер запомнился зрителям по популярным сериалам, во многих из которых он сыграл служителей правопорядка, и таких мужественных парней, которые борются со злом и всегда отстаивают справедливость. А такие сериалы, как «Врач» и «Брат за брата», сделали актера настоящей звездой. Родился Константин в 1976 году в Уфе. При том, что мальчик с детства усиленно занимался спортом, он не чужд был и творчества. В старших класс он увлекся театром, и стал посещать театральную студию, что и привело его к мысли, связать свое будущее с лицедейством. Окончив школу, он поступил в родном городе в театральную академию, где учился на режиссерском факультете и параллельно с занятиями в УЗИ играл на сцене местного драматического театра, а когда закончил учебу, то решил продолжить свое образование в столице. Парень отправился в Москву и с первой попытки поступил в ГИТИС, где учился на курсе Сергея Борисовича Проханова. Когда Стрельников в 2003 году получил диплом, Сергей Борисович пригласил его в свой театр Луны, на сцене которого он играл два года, а затем полностью переключился на кинематограф. При том, что сниматься в кино Константин начал с 2002 года, в течение первых пяти лет он не мог сдвинуться с мертвой точки, довольствуясь лишь эпизодическими ролями. Ситуация стала меняться только в 2007 году, когда набравшись опыта, актер, все же, обратил на себя внимание режиссеров и получил свою первую главную роль в приключенческом мини-сериале «Секунда да», с которой справился успешно. Эта удачная работа действительно стала переломным моментом в его карьере, и актер стал получать все больше предложений, и хотя пока с главными ролями было туговато, но зато на второстепенной роли режиссеры брали его с удовольствием. Так прошло еще три года. Актер стал узнаваемым, а с каждым новым проектом, его профессионализм становился все выше, поэтому неудивительно, что в его творческой биографии наступил звездный час. Как мы уже говорили, лучше всего Стрельникову удавались роли сотрудников правоохранительных органов, чему в немалой степени способствовала подходящая к таким образом внешность актера, мужественные черты лица, спортивная фигура и высокий рост, 187 сантиметров. Так вот, в очередной раз, сыграв таких персонажей, сотрудника уголовного розыска Виктора Демина в сериале «Брат за брата» и оперативника Юрия Говорова в сериале «Врач», актер показал, что отточил способность перевоплощаться в таких героев до совершенства, и после выхода этих проектов на телеэкраны, в полном смысле слова проснулся знаменитым. В этом же году стартовал сериал «Однажды в милиции», где Константин не изменил своему амплуа, блестяще сыграв главного героя, оперативника Виктора Бухтева, а в 2011 году еще больше закрепил свой успех, появившись в нашумевшем фильме «Высоцкий». Спасибо, что живой, в роли сотрудника КГБ. Сегодня фильмография актера насчитывает 56 проектов, а самыми свежими работами актера стали роли в проектах, которые вышли на экраны в 2018 году, фильм «Блестящая карьера», главная роль, и сериалы «Канцелярская крыса», главная роль, и «Вне игры». Естественно, поклонников актера интересует и его личная жизнь. Сейчас Стрельников разведен, и о том, что на данный момент происходит у него на личном фронте ничего неизвестно, так как он является довольно закрытым человеком и никогда не распространяется о сокровенном. Даже о его браке с актрисой Полиной Сыркиной, который был заключен в 2011 году, стало известно после того, как молодые люди тайно поженились, сыграв скромную свадьбу. Супруги тщательно скрывали свою семейную жизнь от журналистов, а когда в 2015 году развелись, то даже их друзья узнали об этом гораздо позже, не говоря уже о представителях СМИ. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Понравилась статья? Нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно?